Всем привет, с вами Скопинг. Как дела? Давно не виделись. Записываю это видео по причине закрытия игровых серверов Crossfire. Месяц назад об этом объявили. В течение всего периода я делал подходы к осмыслению того, что бы я мог сказать в этом видео. В прощальном видео к игре, но не к вам, не к ребятам, которые интересуются или интересовались моим каналом, я думаю, что-то еще снять я смогу. В том числе и игровую. Во всяком случае, на это надеюсь. Подходы я делал, но какой-то конкретики не выявил в темах, поэтому буду говорить немного о том, что всплывает в памяти. Первое, конечно, это то, как я начал играть. Это были школьные годы, я думаю, класс 6. Одноклассники меня привели в эту игру, и мы очень сильно, с интересом, ежедневно в нее играли. После меня заинтересовали мувики, я увидел на ютубе по запросу мувики Crossfire, наверное, это было так, видео ютубера с ником отжигатель. Вроде так, ребята, могу путаться. Посмотрел его видео, думаю, здорово. Позже я уже нашел дака, феймоса, зарубежных всех мейкеров, стал равняться на них. Очень сильно мне помог в начинаниях Daniel1508, насколько я помню, был его ник. Очень сильно помог, на то время было мало гайдов по программам, и он дал мне такую основу, с которой можно было уже делать что-то более-менее цивильное. И даже некоторое время меня сопровождал. Очень ему благодарен. После, конечно, было много каналов, много стилей, подходов, ников. Я помню, меня забанили за смену киллмарок в одном из видео. У меня они, естественно, были заменены, и меня забанили. Поэтому я получил по заслугам. После я думал над ником, менял ник. В итоге пришел к нику скопинг. Насколько я помню, это подразумевалось что-то производное от скоп, прицел, аим. Но ник скоп тогда был занят, и я каким-то образом вышел на ник скопинг. В принципе, интересно, и я доволен. В большинстве своем я делал мувики. Мне нравилось делать игровые видео под музыку с фрагами. Это не было показательное что-то, что должно было побудить вас на мнение о том, какой я скилловой человек. Конечно, нет. Это было творчество, больше творчества. Конечно, оно должно было заинтересовать, где-то восхитить. И этого я пытался добиться как раз-таки киллами. Ну, там уже на вкус цвет товарища нет, ребята. Кому как. Так было всегда. После, когда мувикинг стал умирать, многие из вас, да почти все, просили записывать геймплей. А я, помню, очень этому противился. Но благодаря тому, что я пошел у вас на поводу все-таки, вероятно, я смог поднабрать в плане дикции, выражения мыслей и, возможно, работы на камеру. Вместе с этим я начал осваивать фотошоп, делать превью картинки и так далее. Это сейчас мне очень сильно помогает, в том числе и просто создание видео, понимание процесса создания видео. Пусть достаточно примитивных, но на моем уровне этого достаточно. Поэтому Crossfire, аудитория и деятельность, которая мне нравилась, очень помогает мне до сих пор. За это я вам благодарен. Некоторые ребята, с которыми мы познакомились в игре, с ними я продолжаю общение до сих пор, это здорово. Я считаю, что это, наверное, самое лучшее, что может быть. Вместе с этим я не понимаю ребят, которые сейчас недовольствуются по поводу закрытия игры, говорят, что время было потрачено впустую. Ну, приводят откровенно глупые факты, не понимая, что самым главным был именно процесс от и до. До сих пор я просматриваю периодически мувики зарубежных ребят, наших ребят, старые, новые. Мне это очень нравится. Я больше это воспринимаю и осуществляю процесс отдыха. Вот что-то абстрагироваться от всего, вспомнить, поностальгировать и так далее. Это очень здорово. Я знаю, что некоторые мои видеоролики заблокированы в России по причине авторского права, ну, на музыку. Это точно сам видео с M700. Это точно сборник старых видеороликов. Scoping Movie вроде называется, большое видео. Попробуйте, ребята, с помощью VPN изменить свой адрес, и я думаю, у вас отобразятся эти видеоролики на канале, если вам вдруг было бы интересно. На данный момент я живу в Москве, работаю в Москве, учителем физической культуры. В принципе, все свои, всю свою деятельность, какие-то достижения я публикую в ВКонтакте на стене. Там можно посмотреть, если кому-то интересно, то, чем я занимаюсь. И, возможно, что-то написать, пожелать. Как бы я открыт всегда, как и раньше. 1 января мне был дома у родителей, где у меня есть компьютер, где, собственно, и были записаны все мои видеоролики. На данный момент у меня Mac. Я работаю на Mac, я специально его покупал. Мне нравится изучать программы. Вот это видео я буду немного монтировать в DaVinci Resolve. Это программа видеомонтажа. Но если раньше я работал на Sony Vegas Pro, то сейчас это что-то более цивильное, более профессиональное, наверное, более правильное для достижения цели качества видео. Вместе с этим вы можете наблюдать, у меня есть такой ряд девайсов, квадрокоптеров. GoPro Max я недавно взял. И GoPro 7 у меня еще старое. На них я записывал видео на второй канал по футболу. Там есть. Ну и некоторые видео у меня находятся на стене ВКонтакте. Это больше по рабочей направленности. Если кому-то интересно, да, посмотрите. Мне нравится развиваться в этом направлении, в направлении видеосъемки. Для меня это хобби, устоявшиеся. Я вкладываю в это деньги. Осталось только найти время. Но я думаю, что буду продолжать снимать видео. Я благодарен игре и вам за все эти годы, которые мы провели вместе. Это было великолепно. Но по итогу это не конец явно. Мы всегда можем быть на связи, в комментариях, в ВКонтакте, в предложении. Какие-то моменты, возможно, даже сотрудничество. Поскольку я нахожусь в Москве, вероятно, здесь много интересных, активных ребят. Поэтому, как бы грустно не было, но следует вспомнить все то хорошее, что было. И все то хорошее, что еще будет. Всем спасибо.